С торжественного гимна в Самарском государственном медицинском университете стартовало заседание стоматологического научно-образовательного медицинского кластера. В него вошли представители 56 структур Министерства здравоохранения и Министерства образования России. Эксперты обсудили первостепенные цели и задачи кластера. Как известно, сейчас в нашем системе высшего образования проходят серьезные реформы, связанные в частности с Болонским соглашением, с изменением программ обучения. Все это требует осмысления и очень серьезного обсуждения. В связи с этим будет проведено сегодня такое обсуждение. Мероприятие прошло впервые не только в регионе, но и в стране. Его приурочили к 50-летию стоматологического образования в Самаре. За эти полвека ВУЗ подготовил более 7 тысяч профильных специалистов. Среди них выдающиеся врачи и ученые. Все стоматологи в Самарском регионе, в нашем регионе, все главные врачи, все заведующие кафедрами, это наши выпускники. То есть закончилась, уже сформировалась научно-педагогическая школа стоматологов. Мы по показателям, допустим, вот таким, как частная стоматология, мы занимали уже лет 8-10 назад передовые позиции. И все новые технологии диагностические, лечебные, применяются у нас в Самарской области. Столичные коллеги также отмечают вклад Самарского медицинского ВУЗа в подготовку талантливых врачей-стоматологов. Это действительно один из лидирующих факультетов сегодня в стране. И я думаю, что качество подготовки специалистов отражается как на государственной, так и на частной стоматологии. Мне кажется, что на сегодняшний день стоматология, стоматология достаточно технологий, которые могут позволить россиянам иметь такое же состояние стоматологического здоровья, как в Европе, Америке и так далее. На заседании эксперты обсудили главные задачи научно-образовательного кластера. В рамках юбилея стоматологического образования в Самаре также пройдет межрегиональная выставка «Дентал-экспо» и Всероссийский форум стоматологии 21 века.